СОЮЗДЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 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 ВЕЧЕСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВЕЧЕСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОЮЗДЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВЕЧЕСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ СОЮЗДЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ при заводской церкви Святой Троицы города Кизила Соликамского уезда. Сразу по приезду в Кизил Вячеслав взял под свое руководство храмовый хор. Здесь же, в Кизиле, в 1903 году Вячеслав в возрасте 21 года женился на девице Марии Галкиной. Через год у Марии и Вячеслава Луканиных родилась первая дочь Галина. А всего в семье Луканиных родилось 9 детей, трое из которых умерли в младенчестве, а последняя дочь Людмила родилась 31 августа 1918 года, через две недели после мученической гибели своего отца в Невьянске. 26 ноября 2012 года пермским епископом Палладием Вячеслав Луканин был рукоположен в Сан-Дьякона. Приняв Сан, отец Вячеслав не оставил управление церковным хором, а продолжал руководить им, как и прежде. Современники называли отца Вячеслава Луканина «человеком с бархатным голосом». Прихожане Мотовелихинского завода приглашали его служить к себе в их заводской храм уже в Сане-Дьякона. В январе 15-го года отец Дьякон предложил духовенству епархии обсудить вопрос об устройстве по округам церковно-певческих краткосрочных курсов для дьяконов и псаломщиков. Первые такие курсы устроены были в селе Усолье. Еще два года прослужил отец Вячеслав при заводе Кизеловской церкви, а 27 июня 1916 года его перевели на Серебрянский завод Кунгурского уезда на вакансию псаломщика. Почти сразу после перевода отец Вячеслав подал прошение перейти за штат, и через месяц, 18 июля, его просьба была удовлетворена. Находясь за штатом, из-за своих многочисленных болезней отец Вячеслав продолжал служить и руководить детским церковным хором в Серебрянском церковном детском приюте. Недолго прослужил он в Серебрянской церкви. В октябре 16-го года отец Вячеслав переехал служить в город Шадринск Екатеринбургской епархии, затем вернулся в Пермскую епархию. 4 марта 1918 года он был назначен в Невьянский завод Екатеринбургской епархии в качестве регента. 19 августа 1918 года должен был вновь отмечаться престольный праздник Спаса Преображенского собора в Невьянске. Накануне отец Вячеслав со своим хором, гостями и хористами с фототроицкого храма города Кизила приехал специально на это торжество. Внезапно, вечером, красноармейцы ворвались в их дом и арестовали всех, кто там был. На следующий день под конвоем их всех привели к Спаса Преображенскому собору и за алтарем заставили рыть себе могилы. Отец Вячеслав был среди прихожан и так же рыл могилку. Он с достоинством попросил красноармейцев дозволить ему помолиться перед смертью в соборе. Не услышав ответа, отец Вячеслав медленно пошел в собор, тихо читая молитву за упокой своей души. Войдя в храм, он видел, как красноарловцы срывают со стен иконы, бросают их на пол. Стоя спиной к варварам, отец Вячеслав молился перед образами. Видя его молящимся, один из безбожников выстрелил отцу Вячеслава прямо в спину. Этим выстрелом он и был убит на повал, убит прямо в храме за молитвой. Его волоком вытащили из собора и бросили в могилку, вырытую его руками. В тот день были расстреляны все, кто был с ним. Это произошло 16 августа 1918 года. Святый Священномучениче Вячеславе моли Бога о нас. До новых встреч, дорогие телезрители!